В течение трех дней в зале спорткомплекса Мещера звучали сразу четыре языка. Русский, казахский, иврит и в качестве объединяющего английский. 300 спортсменов из России, Казахстана и Израиля встретились на рингах юбилейного 10-го турнира по тайскому боксу Кубок Содружества. От России приехали представители 29 регионов. Но особое внимание было приковано к очень внушительной делегации из Израиля. Тренер-менеджер команды Алекс Дар в Нижнем Новгороде уже не в первый раз. В экспресс-режиме объясняют своим подопечным, как надо работать в ринге против русской школы Муай-Тай. Нас приглашали еще в прошлом году на этот турнир. Но тогда мы приехали на Кубок Содружества малой делегации. Мы увидели уровень организации этих соревнований. Нам понравился русский тайский бокс. И в этом году мы с удовольствием откликнулись на приглашение Максима Виноградова. И уже приехали большим отрядом. Это отличный способ обменяться опытом и проверить свои силы в боях про этих русских парней. Надеюсь, без медалей не останемся. Медали Кубка Содружества разыгрывали в разных весовых и возрастных категориях. Своё мастерство показали все от мала до велика. Но особый ажиотаж был, конечно же, в заключительный день турнира, когда прошли галло-финалы. И в первом же бою встретились Арзамасец, Владислав Денисов и представитель Израиля. Этого 17-летнего бойца из синего угла в прошлом году признали лучшим спортсменом Кубка Содружества. Сегодня же израильтянину отстоять свой титул не удалось. Но справедливости ради стоит отметить, что именно этот галло-финал стал самым зрелищным. В итоге единогласным решением судей победу здесь отпраздновал Владислав Денисов из Арзамаса. Параллельно с Нижегородским турниром в Кемерово прошел чемпионат России, в котором разыгрывались путевки на чемпионат мира. И наши сильнейшие спортсмены, например, Надир Исхаков, отправились туда. И еще один наш сильный боец Евгений Воронцов выступил в профессиональном бою в Благовещенске. Потому мы и не увидели в этом году на Кубке Содружества традиционную плеяду нижегородских звезд. Но и в их отсутствие мы гордимся их успехами. Например, Егор Ищук недавно буквально покорил европейскую публику на турнире Старого Света. Это спортсмен настоящий прорыв этого года. Очень высокий класс он показал. Он хорошо выступил на чемпионате Европы. И внегласно его признали все команды лучшим бойцом чемпионата Европы. Но, к сожалению, организация данного старта не предусматривала такого звания. И он только номинально был у нас. Но, тем не менее, все иностранные делегации, которые и здесь, в том числе и на профстартах, они все очень отмечают его работу. А мы отметим работу Нижегородской областной федерации тайского бокса. Кубок Содружества прошел в десятый раз. А стабильность, как говорится, признак мастерства. И последнему нет предела. В этом мы убедимся уже через год на следующем Кубке Содружества. Григорий Ожигин, Ренат Бигбаев и Максим Веселов. Объективно. Спорт. ННТВ.